В Красногорске прошла 29-я конференция Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». На встрече подвели итоги проделанной работы, а также обсудили приоритетные задачи на следующий год. Подробности в сюжете. Сегодня мы собрались с вами в преддверии съезда, который традиционно проходит в декабре. Съезда политической партии, которая продолжительное время находится у руля. Наше главное преимущество всегда – это был наш лидер и актив, люди, которые работают во всех уголках нашей страны. Московское областное отделение партии «Единая Россия» последние годы занимает лидирующие позиции по многим направлениям. Помощь фронту, поддержка участников СВО и их семей – как раз одно из таких. С начала года муниципальные штабы собрали свыше 2000 тонн гуманитарного груза. За депутатами всех уровней закреплено почти 20 тысяч семей военнослужащих. Мы первые из всех регионов закрепили представителей власти за семьями, сопровождаемых каждый день в каждом городском округе. Прошу вас также продолжать эту работу, она заметна. Впереди у нас новогодние праздники, самые долгожданные, тёплые, семейные. Поэтому прошу организовать мероприятия для семей с детьми, прежде всего, задействовать для этих целей наши местные общественные приёмные. «Единая Россия» в Подмосковье – это 53 местных отделения, 69 тысяч членов партии, 40 тысяч сторонников и свыше тысячи депутатов по итогам осенней кампании. На конференции традиционно отметили лучшие муниципалитеты, люберцы в пятёрке лидеров, городской округ на почётном третьем месте. Работали вместе с населением для того, чтобы максимально быстро реагировать на те обращения, которые поступают. Порой от людей, от наших жителей поступают незначительные вопросы, на которые кажется, что можно не обращать внимания. Но для партийцев, для «Единой России» таких и проблем, и вопросов не должно быть. Местное отделение «Единой России» в городских округах Люберца-Держинске и части Раменского теперь единое целое. В декабре партия проведёт предварительное голосование, по итогам которого выдвинет своих кандидатов на участие в выборах в Совет депутатов.